Бытовые преступления существовали всегда. Часто порождают их низкий жизненный уровень, жилищные трудности, безработица и, как ни банально, алкоголизм. Ведь более половины таких преступлений, по оценкам сотрудников полиции, происходит в нетрезвом состоянии. Проблему и возможные пути решения обсуждали члены Совета общественности и администрации города. По сообщениям сотрудников полиции, количество преступлений, совершенных на бытовой почве за прошедший год выросло на 71%. Чаще всего семейными дебоширами становятся люди, которые злоупотребляют алкоголем. Для профилактики данных преступлений к данным мероприятиям были привлечены работники учреждений здравоохранения и социальной защиты. Значит, нами было направлено добровольное лечение 116 человек. Из них добровольно полностью прошли лечение всего лишь 16. То есть они категорически отказались от лечения. Получили наше направление, но лечиться отказались. Привлечь семейного дебошира к ответственности за свои поступки порой бывает сложно. Проблема в том, что члены семьи не пишут заявление на обидчика или, написав, забирают его обратно, продолжая терпеть истязание. Часто молчат и соседи, не желая вмешиваться в чужие проблемы. Но небезразличные граждане все же есть. Жительница нашего города Алла Васильева обратилась в полицию после того, как ее соседка пострадала от рук собственного внука. Соседка 87 лет, пенсионерки. Она и труженик тыла, и ветеран труда. Живет, проживает с внуком. И вот он, значит, систематически, это уже на протяжении многих лет, это уже соседи просто вот одна там такая неравнодушная нашлась, хотя он их всех там запугал. И попробуйте только куда-то позвонить, попробуйте только ее пустите. Милиция приезжает, а она на него не пишет, вот как вы сейчас говорите. Ей жалко его или она его боится. Систематические бытовые скандалы привели к тяжелым последствиям. Пенсионерка попала в больницу с побоями, которые ей нанес внук в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что молодой человек нигде не работает, живет на пенсию своей бабушке. Все ее деньги благополучно пропивает. Такие случаи нередки. Часто преступления в быту и происходят на фоне алкоголизма. Обидчик пожилой женщины сегодня предстал перед общественностью. Никаких не скандалов, абсолютно ничего. Ну вот последний побои, они-ка откуда взялись-то? Она, во-первых, ходит поэт на улице. Во-вторых, она себе дверью сколько раз по голове, потому что вот ей включить свет для того, чтобы сходить в туалет, я не знаю, то ли своеобразная экономия, то ли, ну, просто, не знаю, то ли привычка не нужна такая. Вот она то лбом обед долбанет, то дверь вот так вот на себя в лоб откроет. Ну, правильно, соседи на это смотрят и думают, что я ее люблю. Ну, мне какой смысл любить? Как говорится, тот, кто ей несет золотые яйца. Ну, а пенсии ты тоже у нее не забираешь? Нет, в последний раз я у нее брал самое, надо было доход давать. Но я с ней, это было все с ней договорено, абсолютно. Ты как сам вообще считаешь, что это все нормально у вас в ситуации, она развивается? Так и должно быть? Ничего ты такого не видишь в этой ситуации? Блин, я, конечно, не говорю, что я не виноват. Я, конечно, виноват. Отчасти. Люди, совершающие подобные поступки, зачастую не считают себя виноватыми. Не признают себя зависимыми от алкоголя, не видят никакой проблемы. Поэтому, говорят представители общественного совета, с такими гражданами нужно работать. А общественность не должна оставаться равнодушной к подобным ситуациям. Проблему бытовых правонарушений нужно решать совместными усилиями, разбирать конкретные ситуации на месте и думать, чем можно помочь людям. Если реальную помощь получит хотя бы одна семья, значит, время было потрачено не зря. Ирина Птухова, Валерий Крылов, Новости ТВ, Рассказыва.